Друзья, хочу рассказать вам одну удивительную историю из личного. Итак, у меня есть племянник, зовут Кузьма. Недавно парню исполнилось 14, и вот неделю назад он получил паспорт. Уже на следующий день от родителей Кузьмы узнаю, что в момент получения документа мальчишку заставили оплатить какой-то налог в размере, внимание, обеспечивание 10 тысяч рублей налог от продажи недвижимости. Как выяснилось, дело в том, что квартиру мои родственники в прошлом году продали, и в этой квартире была в том числе доля моего несовершеннолетнего племянника, а раз доля была и продана, то по российским законам налог заплатить человек обязан, тем более, что теперь он полноценным гражданином страны стал. Исполнительный лист получил, совсем не беда. Исполнить ты его поспеши, поспеши в срок, исполнить в срок, в судебный срок. Но знай, никто тебе не простит ничего. А вот сейчас давайте отбросим шутливый настрой в сторону и попытаемся поискать во всем этом здравый смысл. Ребенку, повторюсь, 14 лет всего, ну и что, что у него отныне есть паспорт, а где он должен взять те 10 тысяч, стесняюсь спросить. Даже если предположить, что часть денег, которые полагаются Кузьме от сделки купли-продажи, мама и папа мальчика положили на его личный счет в банке, и снять-то эти деньги со счета, все по тем же российским законам парень сможет только по достижению им совершеннолетия, то есть когда 18 стукнет, а налог требует уже сейчас вот что человеку делать. На работу сами, понимаете, никто не возьмет, к тому же это еще и риск для работодателя. Предъявят чего доброго за эксплуатацию детского труда, тогда какие варианты? Пойти попрошайничеством заниматься, ну мы с вами помним, что это чревато последствиями. А может быть людей ему грабить на улицах или сразу сесть за неуплату налогов? Классную перспективу государство для своего новоиспеченного гражданина нарисовало, не находите. Зато как там Путин-то сказал во время прямой линии, госслужащим нужно платить хорошие зарплаты, потому что они очень грамотные специалисты, вот вам пожалуйста. Результат деятельности тех самых грамотных специалистов, дорогостоящих, давайте в 10 раз больше этим ущербным платить, чтобы они еще больше убогих законов напридумывали и напринимали. Начинаем! И еще один момент. Кстати, под тем же российским законом племянник мой, несмотря на наличие у него паспорта, еще 4 года не имеет права голосовать на выборах, хотя, повторюсь, уже может сесть в тюрьму, если совершит что-то противозаконное, да хрен с ними с выборами. Он даже на митинг пойти не может, имеется в виду на митинг какого-нибудь Навального, разумеется. Мал еще, потому что, если все-таки пойдет и попадется, ПДН вправе поднять вопрос о лишении родителей мальчика, родительских прав. А вот налоги, блин, этот парень платить уже очень даже может и не просто может. Должен, обязан, пусть только попробуют, не заплатят. Все-таки мы живем в самой прекрасной стране мира. Меня только один вопрос очень здорово беспокоит. И хочу обратиться сейчас к чиновникам и депутатам. А когда уже людям вместе с паспортом начнут выдавать цепь и ошейник? Хотя, стоп, стоп, стоп. Ну, паспорт тут вообще лишнее, по-моему, в таком-то развитом демократическом обществе, как наше. Зачем вообще паспорт? Можно же клеймо на человеке выжигать? Например, номер, как делали в специализированных лагерях Третьего Рейха. Это реальная журналистика. Мы строили, строили. И, наконец, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и раз тему митингов уже затронули, в Екатеринбург вас приглашаю. Лично наткнулся на эту историю, умилился буквально, хотя вру, разозлился. Но начнем, пожалуй. А помните, в первой декаде июня народ шум поднял по поводу незаконного задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова? Ну, того, что расследования разные неприятные проводил в отношении отдельных московских чинуш, а ему наркотики полиционеры подбросили? Никто не ожидал, что люди тогда, не сговариваясь, выйдут на улицу и потребуют ответа у властей. Власти тогда отступили, Голунова освободили, но народ-то воодушевился и пошел митинговать дальше. Акция «Я Голунов» трансформировалась в акцию «Я Иванов, я Петров», ну и так далее. В зависимости от региона много ведь еще кого вот так же по беспределу за решку сунули. И дабы остановить эти протесты, чиновники на местах начали делать вот что. Посмотрите внимательно на эти два рекламных постера по всему Екатеринбургу. Их тогда в спешном порядке расклеили. Уверен, что и в других городах России примерно то же самое можно было наблюдать, но сейчас мы говорим конкретно о Екатеринбурге. Итак, 16 июня, гласит постер, с 12 до 16 часов дня в ЕКБ проводится общегородской праздник, посвященный первому полету к звездам первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Для меня, правда, вообще большая загадка, как екатеринбуржцы связаны с тем событием. Терешкова даже проездом в городе ни разу не была, но праздник в ее честь власти устроили. Под это дело понадобились аж три крупные городские площади, но это еще не все. Тогда же 16 июня Екатеринбург отмечал еще один праздник, праздник пирога. Для того грандиозного события потребовалось застолбить вообще пять площадей с 10 до 20 часов по местному времени, то есть на весь день, ясен перец, мы все прекрасно понимаем, для чего это было сделано правильно. Чтобы иметь формальный повод отказать в проведении любой акции протеста, вот только я бы предложил вам всем подумать о другом. А ведь объявить даже о таких левых праздниках, это не просто пукнул в лужу и привет, нужно хотя бы какую-то видимость создать, что праздники-то и правда подготовили, провели. И значит на это выделили какие-то деньги из бюджета и не только на орг-мероприятия. Сцены для отвода глаз надо было какие-то установить? Надо звук организовать, электричество, транспорт, хотя бы пару-тройку каких-то ансамблей из самодеятельности позвать, ну вдруг проверка и так далее. Плюс херню вот эту рекламную на какие-то шиши нужно напечатать, расклеить в миллионном городе, это только прямые расходы. А есть ведь еще косвенные, полицейских, врачей на те площади нужно отправить, естественно, дворников. А ведь ребятам за такую работу необходимо заплатить зарплату. По трудовому кодексу, к слову, раз в выходной день, по двойному тарифу, напомню, масштаб мероприятия это все дело размазали по восьми крупнейшим площадям. Вот правильно вы догадались, к чему я веду. А давайте-ка посчитаем, в какую сумму всем нам влетел данный фуфел просто для того, чтобы не дать людям выйти на протестный митинг. Это миллионы, ребята. Миллионы рублей на эти деньги, я уверен. С десяток детских площадок в том Екатеринбурге можно было построить, а наши эффективные менеджеры их просто так в унитаз спустили, а потом говорят... Денег, как известно, нет. Вот-вот и я об этом, когда в той же Екатеринбургской думе поднимался вопрос, а давайте сделаем для студентов бесплатный проезд в общественном транспорте в учебное время. Что вы? Откуда у нас на это деньги, блеяли депутаты? Одна там вообще договорилась до того, что надо, мол, отказываться от льготного школьного питания. Бананьев нема, потому что, ага, зато на такие вот траты у Екатеринбургского бюджета средства имеются, я не знаю, как вы, но я искренне считаю, что подобные поступки властей могут рассматриваться только в одном ракурсе, как преступление и предательство по отношению к своему народу. Ну и еще немножко об эффективных управленцах под занавес. Повод для гордости для каждого жителя нашей страны. Заслуженная спортсменка в Сия-Руси Татьяна Пескова, ой, простите, Татьяна Навка, может войти в состав совета директоров компании «Русал». Слушайте, какая талантливая фигуристка. То она ледовое шоу сделала, которое стало одним из лучших в стране. Билетов продала больше, чем ласковый май в свое время. Затем занялась производством и продажей соли в Крыму. Сейчас вот в металлургии разбираться начала, да настолько хорошо, что такой холдинг, как «Русал» ее приметил и на работу готовую позвать. Вот это я понимаю, талантище. Не то, что муж-бессеребренник. Блин, говорила мне мама в детстве, иди в фигурное катание, а я полгода прозанимался и бросил, ой, дурак. Ладно, закругляться пора, это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на YouTube-страничку, ссылка сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Не оставляйте, пацаны, баллон с пеной в машине. Жара на улице. 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 Жара на улице.